ЧП произошло на Химиков 96 в шестом регистрационном участке единого расчетного центра накануне вечером. Здесь нижнекамцы оплачивают коммунальные счета, производят плату за интернет, телевидение и телефон. Инкассатор, как обычно, подъехал за выручкой. В тот день сумма составляла 700 тысяч рублей. В данном режиме приехала инкассация. У нас с ними заключен договор. Каждый день они забирают сумму денег. Кассир сложила сумку, отдала. Инкассатор вышел. После чего мы услышали крики за окном. И о нападении услышали, что на инкассатора напали. Нападение на сотрудника инкассатора произошло в подъезде, в тот момент, когда он выходил из единого расчетного центра. Злоумышленник напал на него сзади и начал носить удары в область лица. Когда охранник упал, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, не взяв с собой добычу. Сейчас о произошедшем говорят на каждом углу двора этого дома. Мотивы преступники непонятны, ведь инкассатору требование отдать деньги злоумышленник не предъявлял. Нападение было совершено около пяти часов вечера. Многие в это время возвращались с работы домой. Крики, шум слышу. Я думал, драка идет. Оказывается, тут вон что получилось. Вчера вечером напали в тепло на инкассаторов. На инкассатор, точнее. Так, все. А достоподробность точно плохо не знаю. Была это попытка ограбления или же иные причины, пока неизвестно. Сейчас поисками преступника и выяснением всех подробностей занимаются полицейские. Использовал он ли электрошокер, пока не установлено. Но со слов самого потерпевшего он слышал некие щелчки. На сегодняшний день сотрудники Нижнекамского гарнизона полиции проводят оперативно-рассыскные мероприятия по установлению задержания лица, причастного к этому преступлению. Что касается службы инкассаторов, в Нижнекамском филиале «Росинказ» от комментариев отказались. До выяснения подробностей мы будем следить за развитием событий. Айгуль Леблонская, Евгений Лозаев, Новости НТР.